Девушки отдыхают Я помню, жила в общежитии, у меня подружка была, которая рассказывала, что в детстве она очень уставала, потому что ездила в музыкальную школу далеко, а мама приучала ее к порядку. И вот она помнит ночью, она выбившись из сил буквально засыпает. Мама ее разбудила для того, чтобы Лариса убрала вещи так, как это положено. Мне было так жалко, когда она рассказывала, но в то же время видела, что у нее автоматически получается. Честно говоря, я бы такого не сделала. Значит, возбудить ребенка ночью, чтобы убрать вещи. А, наверное, так и надо. Я вот прочла недавно, что Арнольд Шварценеггер, как воспитывает детей. Если вещи разбросаны, он бросает их просто в камин и жжет. Было ли что-то в вашей жизни, девчонки, подобное? Некогда было маме помогать? Вот я как раз помогала маме. И сейчас вспоминаю свои школьные годы. Мамочка приходит после спектакля с папой. Все убрано, постель выстирана. Более того, я вываривала, не было стиральной машины. А с какого возраста? С шестого-седьмого класса. Может быть, так получается, когда родители заняты, а, Даш, у тебя как? Баловали? Я ненавидела труд в детстве. У меня строгая бабушка, мама, которые считали, что труд облагораживает человека. И меня облагораживали с утра до ночи. У меня была обязанность обязательно раз в неделю убирать. Если я не помыла посуду, мне могли ее принести возле кровати, поставить с утра раньше. И вот только сейчас, в 30 с хвостиком, когда я сама вышла замуж, я так благодарна. Потому что какие-то вещи из детства, они становятся вот как обязательная программа. Как ты чистишь зубы с утра, вот так ты покушал, встал, помыл посуду. Моему мужу и его друзья говорят, боже, как тебе повезло, вот какая она все-таки молодец, хозяйка. Меня родители приучали к порядку. У меня мама пыталась привить какую-то такую заинтересованность, что ли. Вот у меня мама говорит, нужно по кругу начинай. И вот так вот у тебя красиво, 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 все по кругу, по кругу, значит. Я помню, у меня пианино так, и я дальше шла по мебели, мебели, мебели. И я вот могу сказать, что я до сих пор убираю по кругу подсознательно. И мне еще что очень нравилось, что я поубираю, если родителей нет дома, я потом ложилась. Якобы я сплю, хотя я не спала. И мне очень нравится, когда родители приходили, и я якобы не слышу, они меня хвалили, расхваливали, говорили, боже, какой он и золотой ребенок. И мы по кругу прошлись, у всех разные истории. Наташ, что скажешь по поводу разных методов родителей? Сегодня я хочу рассказать пять основных ошибок, которые допускают все родители в процессе прививания ребенку любовь к труду. Моя история заключалась в том, что мне мама, наоборот, она меня жалела и не давала мне ничего делать. И вот если она там лепила вареники, я подходила и говорила, мама, можно я попробую? Она говорит, у тебя разлезется, у тебя не получится, еще наробышься. Когда я начала жить самостоятельной жизнью в 17 лет, для меня была каторга убрать в шкафу. Я не умела даже омлет приготовить. Для меня любой вот такой труд по дому, он был проблемой. Чем позже ребенок начинает что-то делать, тем сложнее ему приобщаться к этому. Это, кстати, распространенная ошибка многих современных родителей. И давайте посмотрим, как это часто выглядит. Что такое самостоятельность, дяди в этой родине так же не знают. Пятиречный Олексий не сдатен навіть на элементарный. Втім, и Сашко у своей 11 не гребет маминой допомогой. Мама! И вот видите, здесь уже ребенок достаточно взрослый, но мама ему одевает штанишки, ботиночки. Честно говоря, это даже тормозит нормальное психическое развитие ребенка. И вот это вот первая ошибка многих наших родителей, которая называется «Родители все делают за ребенка». Ребенок уже в 2-3 года может помогать маме. Он может поливать цветочки, он может наливать молочко кошечки. Его за это очень сильно хвалят, вот как история Лили. Вот это вот супер. Родители поступали очень правильно. И девушка, которая вырастает с детства, приученная к такому, она никогда не будет себя чувствовать жертвой, трудягой. Ой, я все делаю, кошмар. Я тут пашу, как лошадь. Мужчина, который вырастет, никогда не будет лежать на диване, потому что он будет получать удовольствие от того, что он что-то делает своими руками. Ну, Даш, у тебя уже как раз такой период, когда Полину возможно. У меня Полина еще где-то в год, когда она только-только начала ходить, я заметила, что ее тянет как-то к мусорнику. Она что-то туда пытается выбрасывать. Я ее приучила выбрасывать бумажки. Мы сидим, я так, Оля, выбрось бумажку. Муж мне говорит, зачем ты ее? Я говорю, я не эксплуатирую, я приучаю. Ребенок ходил, ходил, выбрасывал. Мне все это очень нравилось. Но ребенку тоже понравилось выбрасывать, и теперь она туда выбрасывает все. То есть я там находила новые игрушки, я находила где-то документы. В итоге поставила замок на мусорник, но Полина у меня уже, да, трудится. Сколько Полинки, я прошу тебя? Год и восемь сейчас. Все шансы воспитать правильного ребенка. А что мне делать, друзья? У меня 11 лет. Ну, управы нет. Так, чтобы заставить застелить постель, ну, добровольных каких-то инициатив я не вижу. А чем аргументирует? Вот не хочу застилать постель. Я сейчас. А, да, я знаю. Анечка, Анечка, отойди от компьютера. Я сейчас, пять минуточек. У меня есть очень жесткий, но хороший метод. Значит, папа прав, он делает это жестко. Если вы сказали, дорогая моя, пожалуйста, сейчас пойди по мою тарелку. Она говорит, сейчас. Вы говорите, сколько тебе надо времени для этого? Она говорит, две минуты. Вы засекаете две минуты, через две минуты вы подходите и выключаете компьютер. Говорите, сегодня ты больше компьютером не занимаешься. Возникает небольшая драчка при этом, ну, как такая, знаешь, мягкая. По опыту дети очень уважают, когда слова совпадают с действием. Если вы 20 раз повторяете одно и то же, и ребенок вас игнорирует, он вас просто не уважает потом. Какой ужас. Вот это то, что мы формируем. Это что, я потеряла уже уважение? Никогда не поздно. Только есть разные просто методы. В 5-6 лет ребенок уже может помогать. Резать салат. Вот очень многие родители боятся давать нож в руки. Но можно взять какой-то пластиковый ножик, какую-то картошку, которая мягко режется, да. И вы понимаете, ребенок будет получать удовольствие от того, что он помог, все там будут кушать этот салат и хвалить, что ты молодец. Это вот мы едим, это приготовил наш мальчик или наша девочка. Я наблюдала такие картины вот в семьях, которые используют вот эти современные методы воспитания, пластиковые ножи, игрушечные салаты. Ребенок это делает ровно до такой степени, когда это его интересует. Вот сегодня у ребенка есть настроение, он порезал картошку и раскидал ее по кухне, все... А потом убрал. В какой-то момент ему не хочется, и очень четко видно, что в этот момент, когда ребенку не хочется, ты ничего с ним не сделаешь. 5-6 лет это тот возраст, когда это допустимо, что ребенок пока ему интересно это делает, да. То есть мы его привлекаем, но самое главное, приучать закончить. Если ты бросаешь эту картошку, значит убрать за собой. Вот это очень важно. Нужно ли бояться, что ребенок заплачет в какой-то момент? Не нужно. Что-то мне подсказывает, что дети знакомых не очень любят Наташу. То, что мне моя мама рассказывала, как ее воспитывали. Мама говорит, я никогда не забуду, я повесила свой любимый костюмчик не в шкаф, а на стул, а тогда же это был единственный, да. И говорит, я пришла, и он у меня был порезан ножницами. Да, какой умный. Боже, ну это нельзя. Я это так запомнила, я понимаю, что моя мама Диану будет баловать втройне. Перегружать тоже не надо. То есть есть какие-то вещи, которые ребенок тоже забыл, потерял. Поэтому, что я хочу сказать, вот в 5-6 летний возраст, это возраст, когда приобщать, но это не должно быть таким насилием, да. Вот я вам скажу честно, в 5-6 лет я дома мыла полы, брат пылесосил. Мы это делали одновременно. Мне было не тяжело, мне нравилось. Но мама нас приобщала к тому, что каждый за это отвечает. Следующий возраст, 9-10 лет, в этом возрасте у ребенка уже должна быть обязанность. То есть когда он, например, отвечает за то, чтобы вынести мусор или купить хлеб. Через это мы все прошли, по-моему. Обязательно. То есть у него одна функция, но он ее выполняет всегда. Если он ее не выполняет, должно быть наказание. То есть, Наташа, ты хочешь сказать, что ребенка можно вполне спокойно в 10-11 лет отпустить в магазин с денежкой. Нюансы. Я очень хорошо помню свои ощущения, вот когда я первый раз пошла в магазин. Я помню, это осанка. Чувствовала самостоятельно, взрослые, что у меня были денежки в кармане, что у меня был кулечек. Лиль, ты сейчас сказала, и я приду домой, и обязательно это сделаю. Обязательно. Обязательно. Я первый раз отпущу ребенка с кошельком в магазин. Давайте поддержим Ольгу Сумскую. Она на пороге очень важного жизненного решения. Оля, я очень рада, потому что, вы понимаете, психологический возраст ребенка зависит от того, что мы ему поручаем. Если мы ему поручаем недостаточно, он будет в возрасте так пятилетнего до 15 лет. Наташа, ну все-таки я перестрахуюсь, и папа где-то там в кустах будет наблюдать. Обязательно. Конечно, это очень важно. А давайте перейдем к следующему пункту. Очень не терпится узнать, что же там еще. Татьяна Сорок. Женка виску выслужбовать. Штаны подтяни. Тапок этот убери, он не должен здесь лежать. Пойди причешись. Только не я этой расческой, которая эту кошку плохастую расчесывала. Катя никогда не слышит меня с первого раза. А пылесось, пожалуйста. Нет. Мам, я не хочу пылесосить. Мама. Пять. Ладно, пусть будет, это мой микрофон. Мне пофиг. Просто мне все пофиг. Смотрите, и в чем здесь ошибка мамы? Она лежа на диване или сидя на кресле, выдает задание. С командного пункта, да? Да, с командного пункта. И это очень сильное унижение для ребенка. Конечно, она берет пылесос и начинает петь. То есть она начинает, мама развлекается, и я буду развлекаться. Теперь я вам хочу предложить такую небольшую игру, чтобы вы поняли, как необходимо с детьми вести себя. Когда я показываю какую-то часть тела, вы смотрите на меня, но берете не ту часть тела, которую я показываю, а ту, которую я говорю. Рука. Повторяйте за мной. Колено. Поехали-поехали. Голова. Поехали-поехали. Ухо. У меня ухо выросло. На носу. А понимаете, в чем дело? Ну вот более внимательные оказались, да? А почему? Потому что ребенок повторяет то, что видит. То есть я ребенок. Я это знала. Невозможно ребенка приобщать к деятельности, если вы лежите на диване и ничего не делаете. Оптимальный вариант – это вместе с ним что-то делать. Поэтому следующая ошибка, которую допускают большинство родителей – это родители не показывают пример. У меня старшая дочь. Она всему научилась и делала это охотно. Но вот сейчас она говорит, мам, ну вот я хочу достичь такого уровня в своей жизни, что вот не как ты постоянно это с половником, со шваброй, тут еще королева ты, телеведущая, артистка. А так, чтобы вот бытовые проблемы возложить на человека специально научившегося этому. Она вас жалеет, и поэтому ей не хочется так же. То есть она видит, значит, что с вами несправедливо. А почему? Потому что очень часто мама много делает, а папа ничего не делает или недостаточно помогает. И папа ведь тоже пример. И ребенок бессознательно выбирает того, кто в более выигрышной позиции. Ну то есть в этом случае нужно подчеркивать тогда, что папа деньги зарабатывает, я так понимаю. В этом случае надо папу тоже стимулировать. Не, ну как его стимулировать? Он целый день зарабатывал деньги. Это отдельная тема для программы. Совершенно верно, да. Следующую тему готовим, потому как стимулировать папу. Давайте перейдем к следующей ошибке, которую допускают все родители. У нас есть пример. Усе корисное, что намагается сделать Павло, зазнает риску и меминою критики. Все очень тонко ты режешь, ты понимаешь? Это ты тоже режешь? Это ты меня так слушаешь? Паша, режешь товщи, есть невозможно будет. Вот сколько раз говорите, хотя 200 раз цибуля уже горит, а это еще не вообще. Это товщи, это товщи готуется. Сначала морковь, потом цибулю кидешь. Вот сколько раз это повторить требует? Вот на этом примере мы видим, что такое отрицательное комментирование идет того, что делает ребенок. И желание что-то делать никогда не будет. То есть очень важно поощрять и понимать вот эту грань между строгостью и унижением. Что такое строгость? Если я сказала, что я вот так накажу, я не прощаю уже, я так и наказываю. Но вместе с этим вот эти вот эмоциональные такие срывы, вот эта нетерпеливость, это конечно то, что отбивает охоту что-либо делать. Поэтому вот следующую ошибку, которую допускают многие родители, которые конечно устают и тому подобное, это чрезмерно критикуют детей, когда они что-то делают. Ты сказала чрезмерно, то есть какая-то доля критики возможна или необходима может быть? Она должна быть не как критика, а как пожелание. То есть пропылесосил ребенок пол, да, и вы видите, что там осталось еще три вещи сказать. Давай еще вот это и вот это и будет идеально. Дорогие родители, прям сядьте и напишите список фраз, которые вы можете применять. Какие фразы нужны? Давай вот я тебе покажу, как все-таки это надо делать более точно. И в следующий раз ты сделаешь лучше. Тюля у меня, а как же ты мог вот эту кучу мусора не заметить, зараза ты такая? Я имею в виду, что просто начать любую критику с похвалы. Да, когда мы даем какую-то критику, говорить того, что это хорошо, но можно сюда добавить еще вот это. Опять-таки, если это но будет каждый раз, то вот первую часть ребенок не будет слышать. Ой, как интересно. Поэтому говорить, сегодня там Маша сделала хорошо, конечно могла бы немножко лучше, если бы вот это вот там поправила. У меня есть одна маленькая хитрость, которую я сейчас применяю к Полине и думаю, что я буду ее применять дальше, она хорошо работает. Я всегда, даже если я сама, честно говоря, там что-то не могу сделать, я говорю, Полина, а давай мы с тобой, например, соберем игрушки. И я так одну игрушку подберу, а дальше уже вот это давай мы с тобой распространяется исключительно на Полину. Но у нее психологически создается впечатление, что а мы же с мамой это делаем. Да-да-да, классная штучка. Где она расставила. Поддерживает. Аплодисменты. Когда ребенок постарше, вот к 14 годам, это то, что я практикую на племяннике, я говорю, Рома, вот смотри, у тебя такая задача. Скажи мне, до какого времени ты это сделаешь, чтобы я тебе не напоминала? Сам себе приговор подписывай. Сам себе приговор. Он говорит, до семи. Я говорю, если ты до семи не сделаешь, как я тебя могу наказать? Вот я прям его спрашиваю. Ребенка надо учить быть ответственным за свои слова. Дай мне четыре шоколадки, тетя. Он говорит тогда, ну ладно, окей, тогда без компьютера. Я говорю, договорились по рукам, по взрослому. Тогда точно договорились. Понимаете? И тогда я говорю, Рома, извини, мы договорились. Давайте посмотрим, какую еще ошибку допускают многие родители, приучая ребенка к труду. Проханья батька помыть посуду хлопца обуреет. Почему ты не помыл посуду? Да ну, блин, почему я? А потому что я просил тебя помыть посуду. Ты меня просил вот это помыть. Извини меня, но как можно помыть часть посуды, часть оставить грязной? Вот я не буду ее мыть. Чего ты? Потому что я не выдерживаю. В порядке дня этого не написано, что сын должен мыть посуду. А это не должно быть написано. Это тебе в голове должно быть афиксировано, что нужно помогать родителям. Почему? По кочану. Потому что вы старые. Я даже не знаю, что это за пункт. Это не подарок мальчику. Наташа, вот скажи, вот в этом случае мальчику можно сказать, ты себя в зеркало видел, ты кушаешь за наш счет, вот иди и убирай. Можно так сказать? Наташа, ну в каких-то очень критических случаях, но опять-таки дети никогда ни в чем не виноваты. Дети общаются так, как мы им позволяем. Наташа, но он себе позволяет действительно очень много. Какую ошибку допускают родители? Когда родители уверены, что ребенок обязан. Если нельзя говорить, ты обязан, ты должен, значит нет понятия обязанности. Всем нравится, когда вкусно, всем нравится, когда убрано. У меня нет такого, что я обязана мыть посуду. Мы же все пользуемся этой посудой. Есть какие-то вещи в нашей зоне ответственности. Да, да, да. То есть есть зона ответственности мама, есть зона ответственности папы. Это не значит, что они обязаны это делать. Они могут друг другу помогать. Я думаю, что точно так же стоит приучать ребенка к его зоне ответственности. Что для этого делать? Садиться, это объяснять, почему это важно. Договариваться о каким-то там субботник, да, и все вместе мы это делаем. А давайте здорово будет, если мы покрасим забор. Боже, какая хорошая мысль, делать каждую неделю семейный субботник. Обязательно, я ввожу еще один пункт. Спасибо. Давайте посмотрим на последнюю ошибку, которую допускают наши уважаемые родители при общении детей к труду. Нинка, скинь, шка, петочки, вы не будете. А что мне зато будет? Пять грабит. Чистоту в этой квартире любят уси. Та прибирают только мать. Аби змусить детей помогать, родители нашли собственную тактику. Платить деньги. Катруся охотно помогает. Жизи прейскурант – дать ложку гривня. Помить посуд – пять гривен. Быстро убирать. Мама, я не хочу. Жизнь, что пока не покошение батькам – це катрусяне прибирание. Тоді мама – божеволея. И вот это убираю. Здесь главная ошибка, которую допускает мама – это то, что она не может приобщить детей к помощи, поэтому она им платит. Вот в нашей семье происходит так, что за какие-то действия ребенка, если я о чем-то попрошу, приходит вознаграждение от родителей. Первое – ни в коем случае нежелательно платить деньгами за вот такую работу, которую мы выделили как функцию, как ответственность. Подожди, а если это поход в кино, или в какой-то детский центр, или очередная покупка какой-то игрушки? Маленькая такая куколочка, пожалуйста, мамочка, я тебя прошу, ну такая малюточка, ну гривен за 90, 100, не больше. А что с этим делать? Можно поощрять, но это должно быть иногда, это не должно быть, как я что-то сделаю, только если мне заплатят. Вот это преступление вообще родителей. Ну все, опять я делаю что-то не так. Ну ты же не все время, Оль. Смотрите, вот этот вопрос, он интересует очень многих родителей. Потому что, почему родители начинают платить и поощрять ребенка? Потому что им так проще всего его мотивировать что-то делать. Намного сложнее с ним общаться, видеть, что он это не делает, возвращаться опять к этому вопросу. Вот за правильные оценки за неделю, мы так договорились, я считаю баллы. И если ты, ты считаешь, приходишь к хорошему результату, мы идем в магазин. А, боже, я думала, прям деньгами отдаем. Успеваемость, ты считаешь, повышается. Сколько баллов, столько денег. Да, работает. Да, работает. Смотрите, то есть, в принципе, поощрять это хорошо, да? То есть, ребенок тоже хочет какую-то мотивацию. Пятерка в школе это тоже вид поощрения, тоже вид оплаты. Чем чревато, если мы ребенку платим за труд? Это чревато тем, что, во-первых, он будет воспринимать любую помощь, как одолжение, которое мы вам делаем. И что мне за это будет? То есть, мы воспитываем потребителя. Если ребенок не хочет что-то делать, а вы выделяете эту функцию, вы тогда ему объясняете, что, ну ты же мне не платишь за каждый раз, когда я готовлю кушать, да? Вот, в принципе, основные вещи мы проговорили с вами сегодня. Спасибо, что были у меня в гостях. Я очень рада, что вы пришли ко мне сегодня и поделились своим опытом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова